В этом году должны произойти ключевые события в войне, однако важно сохранить неожиданность противников. Поэтому сейчас нужно ограничить обсуждение предстоящей контрнаступления вооруженных сил Украины, чтобы минимизировать возможности риска. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире одного из телемарафонов. По его словам, контрнаступление украинских защитников обязательно будет, но как оно будет проходить и по каким направлениям должно стать сюрпризом для российских захватчиков. Кроме того, еще одной важной составляющей хода событий на поле боя является ресурс, который Россия накопила и может использовать в течение следующих двух-трех месяцев. По словам Подоляка, этот период является самым важным для России с точки зрения ее ресурсов. После этого периода ситуация на фронте изменится и Украина будет двигаться вперед одним направлением. В этом контексте чрезвычайно важно наличие определенных инструментов для украинских защитников. Наиболее важным из этих инструментов являются дальнобойные ракеты, которые позволят ВСУ атаковать вражеские склады глубоко в ТУ. Это может привести к уничтожению остатков вражеского вооружения, деморализации русских войск. Вторым ключевым инструментом являются артиллеристические снаряды калибра 155, 152 и 122 мм. Эти снаряды производились в основном в Советском Союзе, поэтому мир не накопил их большое количество. Однако сейчас многие инвестиции направлены на увеличение этих боеприпасов в европейских военно-промышленных комплексах. Эти снаряды позволят уничтожать российский живой мобилизованный компонент и не допускать таких боестолкновений, как мы видим сегодня на Бахмутском направлении. Все, что нужно, ключевые события произойдут в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето-осень, предположил Подоляк. Россияне мечтают в прорыве фронта и малейшем продвижении. Несмотря на это, ходят слухи и о намерениях России создать три Катуа, в которые должны попасть украинские военные. Вероятность этого сценария в ежедневной сводке с фронта на 24 канале оценил полковник запаса, ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Светан. Он уверен, что в некоторых из этих мест создание котлов фактически невозможно. Российский военкор утверждает, будто ВСУ готовится пойти в свое контрнаступление именно со стороны Бахмута, где продолжаются тяжелые бои. Они же надеются воспользоваться стягиванием войск туда, чтобы сделать три Катуа для украинских войск в районе Северска, в самом Бахмуте, в Авдеевке. Впрочем, военный эксперт убеждает, что два из этих мест фактически невозможно взять в окружении. Речь о Северске и Авдеевке. Если это Северск, то он завязан на Белогоровке. Весь этот плацдарм вокруг Северска хорошо укреплен. Подойти невозможно, есть определенные возвышенности, где находится наша артиллерия, объясняет Роман Светан. Он уверен, что для окружения Северска русским нужно захватить Славянск, выйти на лиман с юга и севера, а только тогда попробовать окружить Северск. Но сил и средств у России для этого нет. Если говорить об Авдеевке, гарнизон города уже 9 лет стоит рядом с Донецком. Авдеевка через Спартак граничит с Донецком. Сама местность вокруг Авдеевки выполняет оборонные задачи, подчеркнул полковник запаса ВСУ. По его словам, отстроенные за эти все годы рубежи обороны здесь взять просто невозможно. Россияне здесь избивали все 9 лет войны и начали атаковать сразу с начала полномасштабного вторжения. Но Авдеевский гарнизон стоит и не двигается. Пока россияне не выйдут на западный берег Карловки, выполнить задания из окружения Авдеевки невозможно. А дойти до Карловки они идут уже 9 лет, а скорость продвижения по километру в год не больше, заявил военный эксперт.